Инициатива учреждения фонда была поддержана президентом России. 25 мая прошлого года был принят указ о создании фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Учредителями фонда являются МИД России и Россотрудничество. У нас есть Управляющий совет, у нас есть правление, у нас есть Попечительский совет, который возглавляет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Фонд имеет достаточно четко определенную целевую задачу и призван прежде всего защищать российских соотечественников от нарушения их прав и законных интересов по этнокультурным признакам, способствовать предоставлению нашим соотечественникам прав граждан стран проживания в полном объеме. Это, однако, не означает, что без нашего внимания останется положение представителей иных групп населения. Сначала фонда прошло три месяца, и за это время нам удалось подготовить юридическую основу своей деятельности, включая положение о выдаче грантов, субсидий фонда. Мы сформировали экспертно-правовой совет в составе ведущих ученых-правоведов, представителей правозащитных организаций крупных адвокатских бюро. Параллельно с организационной работой фонд уже приступил к основной деятельности. Естественно, на первом этапе она в большей степени состояла из изучения поступающей к нам информации о ситуации с правами человека и о проблемах наших соотечественников, а также деятельности по установлению партнерских связей с правозащитными организациями. Мы провели и продолжаем проводить встречи и консультации с такими организациями, как Россотрудничество, Международный союз российских соотечественников, Российская гильдия адвокатов и другими. С рядом партнерских организаций достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве. Поддерживаем постоянные рабочие контакты и с Департаментом по работе с соотечественниками МИД Российской Федерации. В наш адрес поступило около 200 обращений граждан и организаций с просьбой о помощи, на которые мы стараемся оперативно реагировать. Поток обращений продолжает нарастать. Практически ежедневно поступают письма и обращения соотечественников по вопросам, связанным с работой фонда, размышления о его будущем. Все это мы внимательно изучаем и анализируем, рассчитываем также, что и практика живого общения, как сегодня этой конференции или этой пресс-конференции с нашими партнерами, для фонда и для его сотрудников будет очень полезна. Учитывая, что на первом этапе фонду сложно охватить весь спектр вопросов поддержки соотечественников, мы хотели бы сосредоточить в ближайшем будущем усилия на оказании целевой правовой помощи отдельного соотечественникам и правозащитным организациям на наиболее важных и актуальных направлениях, затрагивающих интересы наибольшего числа русскоговорящего населения. В рамках этой деятельности мы планируем меры информационной, организационной, методической, юридической и финансовой поддержки, включая предоставление услуг адвокатов. Естественно, мы хотели бы опираться на положительно себя зарекомендовавшие партнерские правозащитные структуры, адвокатские бюро, которые могли бы участвовать в конкретных судебных процессах по защите прав соотечественников. Нас, безусловно, беспокоят нарушения в ряде стран международных норм в отношении русскоязычного населения, отсутствие должного объема переводов законодательных и нормативных актов, касающихся положения соотечественников, ситуация, в которой даже основные документы социальной сферы недоступны многим русскоязычным соотечественникам, прямо затрагивают основные права человека и находятся в фокусе внимания фонда. Естественно, что вести эту работу мы предполагаем в сотрудничестве с правозащитными организациями и страновыми координационными советами соотечественников. Важным направлением деятельности фонда станет и взаимодействие с международными правозащитными структурами и организациями. В ближайшее время мы предполагаем продолжить практику презентации фонда в ходе запланированных на текущий год региональных и тематических встреч соотечественников, а также направить представителей фонда в ряд стран для проведения консультаций и согласования совместной деятельности с организациями соотечественников и предполагаемыми партнерами. Вот мы видим сейчас сайт фонда, его, так сказать, облегченную версию. Это важное событие в жизни всего русского мира, начало работы фонда. И я знаю, что очень много ожиданий сейчас у соотечественников в отношении фонда. Фонд начинает свою деятельность. И сейчас важны очень важные первые шаги. Я рад тому, что сразу же фонд начинает работу и уже понимает, что инвестиционные технологии, интернет, это важнейшее направление, которое необходимо развивать. Понятно, что сейчас времени не так много ушло на подготовку этой деятельности. И понятно, что первые шаги работы в интернете, они должны быть связаны с такой, может быть, достаточно оперативной деятельностью. Именно по этой причине мы запускаем вот сегодня облегченную версию сайта, поскольку понимаем, что очень много сейчас информации, которая еще до сатечников не дошла. И размещая базовую информацию прямо сейчас в интернете, мы стараемся опередить время, пока у нас разрабатывается основная версия сайта. То, что вы сейчас видите перед собой, это специально разработанная, как я сказал, облегченная версия, направленная на то, чтобы соотечественники получили ту информацию, которая прямо сейчас очень нужна. Естественно, речь идет о том, что соотечественники должны понимать, каким образом оформлять заявки для получения этой самой поддержки. Поэтому здесь, прежде всего, конечно, представлены положения о субсидиях и грантах. Вот, пожалуйста, мы видим этот раздел, связанный с положением о субсидиях фонда, где можно... Тут у меня мышка, которая еще... Нужно наловчиться с ней работать. Да, полностью представлена документация, которая важна для соотечественников, и где показано, как правильно оформить, собственно говоря, заявку на субсидию. Вот. Точно так же здесь мы можем увидеть положение о грантах. Положение о грантах. Да, примерно у нас такой же страничка. Очень сложно пока так дистанционно работать с мышкой, уж простите меня. И, соответственно, есть полностью базовая информация о самом фонде. Есть информация о фонде, о структуре фонда, базовые документы фонда, где можно найти полностью всю информацию, пока у нас не заработала основная версия сайта. И, естественно, есть информация, связанная с тем, где находится фонд, его контакты. Как связаться с фондом и, соответственно, начать активную работу с ним. На пробной версии, на облеченной версии сайта представлена информация о партнерах фонда. Но я думаю, что это, так сказать, самая базовая информация первая, которая будет постоянно расти. Даже сейчас те баннеры, которые представлены на сайте, так сказать, только берут небольшой разрез партнеров фонда, которых уже намного больше. Я думаю, что у фонда очень много впереди работы, когда партнерская часть на уже полной версии сайта будет представлена очень и очень широко. Это наше первое знакомство с первой базовой версией интернет-ресурса фонда поддержки и защиты прав соотечественников. В скором времени в интернете появится его полная часть, с помощью которой фонд начнет свою полноценную деятельность в интернете. И уже, так сказать, мы будем интегрировать эту работу, уже сейчас эта работа идет, с другими профильными интернет-ресурсами. Я уверен, что это будет как интернет-ресурсы и соотечественников, и российских структур, которые связаны с этой темой.